друзья привет рынок веселый очень сегодня народ не знает что делать потому что ну моё мнение все равно что вот эту всю движуху устроили шартисты вот эти все разговоры про дружесных нерезидентов про повышение ключевой ставки и так далее и тому подобное это не такое падение это не то что было несколько дней подряд это это шартисты устроили естественно было как бы толчок да но дальше уже устроили это толпа массовая и соответственно сегодня эти шартисты некоторые закрывают позиции потому что страшно перед выходными те кто набрал вчера фиксирует прибыль и рынок сейчас неопределенности что делать дальше то есть пятница такой тайм-аут можно сказать вот опять движуха скорее всего начнется на следующей неделе вот по поводу выхода нерезидентов вы мне спрашиваете типа поэтому слушайте про выхода дружесных нерезидентов с 22 года мусорит эту тему ой как как у нас у нас как падение так так дружесные резиденты выходят за санкции у нас санкции печатают постоянно уже уже больше двух лет и дружесные резиденты уже больше двух лет выходит ну и не то это говорю это вот это веселье на рынке это кто-то как знаете вот это запустил эту тему что на шорте можно там заработать российского рынка там нагнал нагнал жути и естественно те кто то те кто жути нагнал те и заработали вот и вовремя закрылись остальные начали подходить 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 и получили убытки как обычные бывает вот подумали что сейчас они разбогатеют на шортах и в итоге получили грустный опыт но все равно еще еще тема шортов еще до сих пор мусолится в информ пространстве еще будут обжигаться молодые шортисты опытные скорее всего даже заработают вот молодые не знаю как и как этим пользоваться очень много потеряет это надо уметь это надо увидеть это не не так взять и типа поставить на падение рынка и все и ждать что ты будешь дать рынок вот так вот сквозанет вверх и все это и твоя шорт превратится в тыкву вот я сегодня продал половину позиции артген хорошо она выросла она мне уже позиция уже в плюсе но в небольшом я хочу еще побольше на нее заработать вот еще некоторых позиций часть продал а мечел докупил когда это вся истерика стихнет у нас есть огромное огромное количество людей которые по каким-то причинам любят мечел я не знаю но это факт мечел это исключение из правил моем портфеле то есть я вообще не вижу каких-то там серьезных перспектив развития компании но она так нравится рынку эта компания в не настолько многие уверены что она вырастет потому что за ней иногда возникает хорошие возможности заработать то это чисто для меня чисто спекулятивная тема то есть в основном все мои компании это все которые я хочу быть совладельцем я хочу быть акционером я покупаю осознанно долю в этой компании потому что мне нравится эта компания мне нравится и перспектива и вижу там перспективы вижу рост кроме мечела мечел чисто я не знаю чисто просто колбаска которая катается сюда для меня давайте к вашим вопросам с какого года торгуете на рынке кроме рынка еще где-то работаете или живете с торговлей акциями ну торгую на рынке я очень давно то есть там лет 15 наверное но как многие из вас начинал просто так как хобби там мусолил эти там несчастные тысячонки вот занимался разными бизнесами это было как хобби вот это было как хобби до 2018 года вот ну то есть уже до 2018 я там уже скопилась нормально такая сумма и я так на работу ходил и бизнесом занимался и акциями торговал потом когда уже выработал стратегию первая моя стратегия кто давно за блогом следит блогу верно лет шесть уже я не знаю ну и на ю тубе сколько я не знаю канал может быстрее года два наверно телеге тоже наверно года два я не помню инсталит шесть не можете посмотреть я это сначала было долгосрочная стратегия а вот наверное как у всех из вас но потом 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 активно разработал по активно 10 потом активно 20 потом активный 30 стратегия запатентовал как интеллектуальную собственность вот уже грубо говоря с 18 года у меня идет статистика уже именно как профессиональной деятельности на в это в этой теме вот а до этого так интересовался пробовал то есть ходил на работу и и часть денег откладывал на биржу и растил 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 капитал вот живете с торговлей акциями чтобы вы понимали с торговлей акциями во первых это не торговля тоже чем я занимаюсь от активное инвестирование торгую на крипте вот там я торгую там конкретно торгую это инвестирование просто активно чем отличается да ну нельзя взять и провести такой линию до между трейдингом и инвестициями но но главное отличие что я готов держать кроме чего те акции которые покупаю много-много лет просто я иногда я держу и два дня до но я вышел и я сама за не слежу это просто периодически активное инвестирование это периодический вход-выход в позицию но я и веду эту компанию много-много лет понимаете повторяю зачем я там система за 30 если могу купить ее за 20 зачем она ходит туда-сюда хорошо иногда захожу иногда выхожу но но это моя мои такие инвестиции это активное инвестирование то есть не то что взял какой-нибудь какашку на ней покатился прокатался там и забыл про нее нет все мои компании они имеют фундаментальный вот список я выбираю компании которые имеют крепкий фундамент определенные точки роста которые определенной перспективы роста как как я это отслеживаю но отслеживаю по деятельности компании по заключенным контрактам по по расширению бизнеса расширению производства то увеличение ресурсной базы все это есть вот вы мне допустим спрашиваете где вы там спрашиваете привет какие драйверы роста у софтлайна вот я же завел специально для вас завел канал в антала новости ссылка на него будет в описании не который просто мой телеграм-канал а куда я новости отбираю вот вы же можете зайти посмотреть для чего потому что скажу вам нет недостатковой информации кто там говорит я там здесь только информация да столько как сок информации чё она и она вся в свободном доступе информации проблема не в ее доступе а в ее избытке наоборот я создал канал куда я чисто фильтру инфу фильтрую фильтрую вот без всякого мусора по что вы можете сутки сидеть в компьютере собирать информацию по компании и в итоге дадите до того что он противоречиво пору полностью разнополярное в голове будет только каша от избытка информации поэтому я фильтрую информацию огромную информацию на поле выкладывает в анталл новости его там можете посмотреть какие драйвер роста у софтлайна посмотрите там столько контрактов у софтлайна они же драйвер роста не потому что кто-то там что-то увидел на черточках на графиках нет это конкретные показатели компании конкретные соглашения контракты по компании количество заключенных договоров стоимость этого это все есть посмотрите что почитать ее для вас это все выкладывают у меня это и так у меня это есть канал бесплатно для чего мне это чем не знаю нравится мне это нравится я сам кайфую от этого процесса вот покупаю продажу ну как бы инвестирую активно вместирую прошу и рачу свой капитал вот вы вы в 2018 да вы же можете подследить это это все это есть у меня портфель который на дохода чтобы там на траты дадут доход у меня есть портфель и помните портфель у меня был на равчик если я себе копил грубо говоря заводишь портфель и копишь ними под подушкой на карточке в портфеле то есть портфель чуть приносит и ты туда да и туда вот помните купил равчик вот сейчас недавно купил потом купил этот я участок на рынке помните вот для меня портфель это средство накопления это не то что там ты сейчас кинешь и все и станешь миллиардером да нет просто но у тебя есть цель какая-то ипотеку погасить или еще что-нибудь там дачу купить но я просто уже 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 две ипотеки погасил машину купил там купил там只是 на острове что сдачи купил вот вы создаёшь отдельный портфель и вот копис копишь на ним то есть работаешь с партфелем просто бабки до докладываешь как на на покупку сена купил все все продаю и покупаем это мне отдельный портфель и и в партили как дуб доход вот это допустим портфель которую а освещая в этом году это как боб доход рост каждую определенную сумму, когда портфеля отрастает, вывожу с него. Когда он падает, завожу. Но просто завожу больше, чем вывожу. То есть, допустим, в портфеле упал на 100 тысяч, а я на 200 завел. А вырос он на 100 тысяч, я полтинник вывел. Понимаете? Блогу там много лет. Уже. Это на ютубе вы меня видите. Либо кто-то в первый раз, либо кто-то два года там канал увидит. Оно мне не нужно было. Ни ютуб, ни телеграм. А я в инсте же. Ну, многие подписчики у меня с инсты. А потом, помните, заблокировали инсту. Мне пришлось создать телеграм, этот ютуб. Оно мне раньше не надо было. Все в инсте было. Поэтому многие меня видят первый раз. Кто это такой вообще? Что за тип? Странный какой-то. Ну, потому что я не блогер. Потому что я не блогер, который рассказывает про инвестиции, а инвестор, который ведет свой блог. И поэтому это все в таком вот... В такой вот утече на даче. Мне как бы не нужно там какие-то из себя что-то там показывать. Лампы, освещение, какие-то там... Пиджачок одевать, что-то показывать. Да нет, я просто ощущаю обычную свою жизнь. Просто обычную жизнь. Как я живу, как я инвестирую. Мне... Ну, не надо из себя что-то там выжимать, чтобы вы там как-то обо мне подумали. Нет, мне это не надо. У меня люди приходят по сарафанову радио ко мне. Вот. Очень много людей там... Они приходят, им нравится. Они там делают результаты. Потом они знакомы. Поэтому я просто... Просто кайфую от блога. Просто рассказываю. Это как... Блог это мое хобби. Понимаете? Хобби. То есть я инвестор, который ведет блог. А не блогер, который рассказывает про инвестиции. Поэтому... А это две большие разницы. Ладно. Задавайте вопросы, получайте ответы. Всем пока.